Здравствуйте, уважаемые коллеги и зрители канала Заметки Электрика. Сегодня расскажу про поиск и устранение неисправности в одной из квартир. Суть неисправности заключается в следующем. Внезапно пропало освещение в одной из комнат и коридоре. При этом никаких срабатываний автоматов не было, как они были включены, так и есть. Освещение в коридоре и напряжение в одной из комнат. Давайте будем разбираться. Я один светильник снял, сейчас посмотрим, что у нас вообще здесь покажет индикатор. То есть, приходят фазы сюда или нет. Фазы здесь нет. В принципе, это и не удивительно. Давайте посмотрим выключатель. Фазы на выключателе нет тоже. Да, еще мне дали подсказку, что в одной из распределительных коробок было замечено искрение. То есть, после вот этого искрения как раз таки и пропало освещение коридора и питание одной из комнат. Ну, давайте вот, наверное, с этой коробки в первую очередь и начнем. Очень интересная здесь коробка. Со счета уходят медные проводники, а здесь все собрано на алюминии. Аккуратненько развел проводники и вот что сразу бросилось в глаза. Относительно свежие следы нагара и оплавления. Вот такое вот у нас соединение здесь. Так, давайте вот это еще посмотрим. Тоже мне не нравится. Так, ну в общем что, вот это у нас фаза. Вот это вот больше всех накрученная. Вот здесь вот стоит перемычка. Вот здесь вот. И вот это тоже у нас фаза. Где как раз таки и виден вот это вот следы нагрева, следы оплавления вот этого. Вот это у нас ноль. Ноль. Потому что напряжение между фазой и нулем здесь полноценное. 230 вольт в данном случае. Ну вот с этого места и надо начинать поиски. Потому что вот здесь вот мне вот это не нравится. Следы нагрева явные. Все тут уже вот эта дубовая оболочка. Видимо грелась со временем. Так, а вот наверно все таки наш обрыв и есть. Это скорее всего наш обрыв и есть. Ну как бы соединение в принципе есть. Но может быть очень и очень плохое. Как-то я вначале внимание обратил вот на вот это соединение. А здесь вот есть еще не менее интересная вот такая вот скруточка. Она вот так вот была спрятана под обоями и как-то в глаза сразу и не бросилась. А вот здесь вот можно увидеть это какая-то у нас фаза. Так вот в этом соединении вот что есть. Нехорошая штука. О, вон она прям. Давайте снимем. Так, обои немножко катятся. Здесь тоже явно следы нагрева. О, ну вот она вот. Вот, 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 вот. В принципе вот. Все понятно. Вот наш и обрыв. О, ну вот, вот, вот. О, ну вот, вот, вот. Продолжение следует... В общем, пока сделал такое временное соединение на вага, здесь вот коротенький совсем вывод торчит из стены. И проверим сейчас, как у нас работает освещение коридора и появилось ли напряжение в комнате, в другой комнате. Ну тут я проверял выключатель, поэтому вытащил его из стены. Думал, мало ли, где-то проводничок отошел от выключателя, тоже бывает. Но не тут-то было. В общем, и так пробуем. Оп. В общем, свет у нас заработал. Всё отлично, напряжение в комнате появилось. Ну, в любом случае, наша основная цель, это было найти неисправность и... Ну и сейчас попутно у нас появляется дополнительная работа. Здесь в любом случае нужно будет всё перебрать. Эту коробку привести её в соответствующий вид. Ну и, как всегда, у нас классика жанра. Это 25-амперный автомат на линию 2,5 по меди. Но! Ладно бы медь ещё. Но! Здесь-то у нас медь идёт только с квартирами у щита обратно в подъездный. А с подъездного щита опять-таки идёт 2,5 квадрата по алюминию. И вся электропроводка в квартире выполнена сечением 2,5 квадрата по алюминию. И автомат 25-ампер. Это явно многовато. Собственно, вот такие вот и получаются последствия. Как вот там в глубине скруточка грелась. Здесь. Ну, в общем... Вот так. В общем, в этой квартире много чего интересного есть. Ну и, соответственно, аппетит приходит во время еды. Вот у нас установлена вот такая вот розетка для... ...электрической духовки. Ну, или духовой шкаф сейчас правильный, наверное, называть. Вот такая вот есть проблемка. Тоже сейчас буду разбирать, смотреть, что там да как. Ещё у нас есть вот такой вот замечательный вентилятор. Он не работает. Ну и, собственно, неудивительно. Кто-то здесь уже до меня что-то пробовал делать. Это питание. Выключатель здесь был установлен, видимо. Тоже надо всё это дело будет исправить. Снимаем вентилятор. Что-то, думаю, много перьев здесь. Оно и понятно, что оно здесь. Здесь кладбище голубей и прочих птиц. Это вытяжка хорошо работает, вот, видно. Видимо, падает оттуда как-то сверху. Нет сетки, наверное, на дымоходе, поэтому... И как-то пахнет вот так. Вот такой вот экземпляр. Красота. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok